Всем привет! В общем, сегодня я бы хотел вернуться к довольно старому такому формату записи видеороликов касательно разных тем. Просто мне лень на зеленом фоне это делать. Поэтому сегодня в таком формате, как и книжный обзор, поговорим об одной интересной тематике, называется черкесские сады. Эти самые легендарные и очень популярные сады. Что нам известно о черкесских садах? Это остатки многочисленных таких садовых насаждений, лесосадов, одичавших в настоящем времени почти полностью, которые располагаются на южном и северном склонах гор Кавказа, северо-западного именно, на местах бывших поселений черкесов до конца Кавказской войны. Они обширно расположены, больше всего, конечно, на юге, примерно от Геленджика до Псоу, до Ахазии, но встречаются на северных склонах, гор достаточно много и даже, в общем-то, на равнине кое-где. Например, Тахтамукай. Наибольшее скопление садов оно находилось и, в принципе, там остатки на сих пор находятся. Между реками Туапсе и Хоста, где они в прошлом представляли собой прям сплошные плантации, да, беспрерывные, во многом удалось сохранить некоторое количество сортов благодаря профессору Нурку Тхагушеву Шапсугу из Гуйшапсуга, который стал профессором в сельхозинституте в Краснодарском, это ныне сельхозуниверситет, и в 1930-е-50-е годы, вот он как раз плотно работал над исследованием черкесских садов, установления сохранившихся сортов, их сохранению и культивации, потому что не все они в чистом виде промышленно удобны, поэтому он их предлагал разные вариации скрещивания, чтобы сохранить их полезные свойства. И вот ему удалось сохранить 15 зимних сортов яблок, летние не сохранились, потому что, ну, в принципе, они не сохранились, они не дожили, 9 сортов груш, 2 сорта айвы, 4 сорта слива, 3 сорта черешни, 3 сорта фундука, 1 инжира, 1 сорт хурмы кавказской, это вот такая мелкая местная, и 8 сортов винограда. Он также отметил, что все эти сорта очень устойчивы к местному вот этому переменчивому климату, непонятно, зимой, с жарой, с влажностью, к местным заразам, хотя к завозным, конечно, они неустойчивы оказались, к сожалению, и они отличаются очень продуктивностью большой, то есть дают большие урожаи, но за счет чего еще? Они очень долговечные, это 100 лет для черешни, 150 для яблони и 180 для груши, это вообще норма, при этом они еще и плодоносят. Естественно, такие деревья, они гигантские, они разрастаются с огромными кронами и дают большие урожаи, конечно, до тонны, до полутора тонн, но их собирать сложно, крона очень высоко и не все хотят использовать эти подъемники для того, чтобы собирать фрукты, поэтому они не очень популярны оказались, такие деревья. Ну вот почему они одичали еще, в том числе, потому что после выселения, изгнания черкесов, новые вот эти переселенцы, они не сообразили вообще, как им пользоваться, то есть у них собирали эти плоды, но разводить они не умели. И агрономы это все дело исследовали, давали рекомендации, но ими долгое время не пользовались и прошло почти 40 лет, прежде чем начали осваивать садоводство на побережье вновь, а к тому времени многое уже просто одичало, заросло лесом. По поводу культуры сада вообще и выбора места, дело в том, что в черкесском тообществе вообще, в принципе, посадка деревьев была обязательной нормой, да, то есть даже и такая пословица была, что парень, который не высадил 10 диких плодовых деревьев, за него ни одна приличная девушка замуж не выйдет. Эту пословицу в свое время Шолохов прочитал, он у Ходхагушева, и советский писатель известный, ему она очень понравилась, эта пословица как рекомендация такая. Но старики в черкесском обществе, которые уже немощные были, они делали такие чередки, прививочки на деревьях около домов, а эти черенки, которые они делали, молодежь, мужчины весной брали с собой, с ножичками вместе, когда собирались в лес по каким-то делам и по пути они старались прививать любые вот эти дички черенками этих деревьев, ну и пару деревьев себе обратно забирали. Поэтому очень стильно разослись именно в лесах такие стихийные, большие сады, но и при домах. Обычно это были небольшие садочки, потому что места-то было мало такого свободного ровного, и садочки эти были как по два-три сорта каждого вида дерева, так чтобы сад плодоносил круглый год. Сначала яблони такого сорта пошли, потом груши, потом чережни и так далее, круглый год, потом зимние сорта, которые очень долго есть, собираешь их в ноябре и они лежат до апреля-мая. То есть получается сад давал круглый год плоды, получается и за счет этого еще цветение сада круглогодично шло, за счет чего очень разнообразный мед получился у пчел, вот тот знаменитый белый сахарный мед черкесский, который был очень популярен все время. Сейчас конечно его нет, сейчас уже каштановый мед за счет буйно разрушившихся каштанов брошенных в лесах. Черкесские сады располагались примерно от трех до чуть ли не тридцати километрах от моря. То есть средний горный промежуток был самым таким распространенным местом их расположения, вплоть до самых почти горных вершин. Почему так? Потому что у моря не садили сады, у моря весной очень такие густые туманы иногда появляются, которые заволакивают эту прибрежную зону и цветущие деревья губят. Это черкессы знали, поэтому не садили у моря, если садили, то это только на самых высоких вершинах. Но если вот скалы в море выдаются на большой высоте, куда туман не сильно достает, там бывали сады. Старались лесополосы высаживать вдоль берега для того, чтобы оградить этих туманов весенних. А плюс это помогало еще северный ветер сдерживать, для того чтобы навигация вдоль берега была более простой. И в принципе лесополосы также делались еще и в более глубокой местности, поперек хребта делали их, потому что безлесная местность все-таки была вокруг аулов, вырубленная очень сильная и очищенная, для укрепления почвы. И вдоль речек тоже садили ольху и укрепляли ее двойным таким забутованным как бы камнем, такими этими кладками, для того чтобы разливы рек не вредили полям. Но опять же в низинах не садили сады, там болотистая местность такая, губительная, сады старались сделать на верхних участках. То есть применяли терроризирование, вот как прям в Южном Китае, в Новой Глине, сейчас можно увидеть на склонах, иногда вообще совершенно невообразимых. Там описывают, что под 45 градусов уклоны и сады и башни там были у черкесов горных. И получается, что как бы укрепляли почву, в общем любой клочок земли использовался старательно. Всюду проводили вот эти дренажные канавы, для того чтобы не заставилась нигде вода, для того чтобы она сливалась вниз. Старались как бы полянку использовать в каком-нибудь лесу, чтобы лес был естественным ограждением. Но если нет, то вырубали кусочки эти, вырубали как, не просто рубили деревья, а кольцовкой. То есть подрубали кору на небольшой высоте дерева и оно как бы само засыхало через пару лет и валилось потом. Пенек вытаскали. Но на поляне все равно оставляли пару деревьев, чтобы тень была. А что касается обработки земли внизу, в низинах, то там конечно пашни только были. И то сезонные, их старались до конца июня, чтобы собрать урожай уже и все, и уйти оттуда. С июня по сентябрь это были малярийные места, куда вообще не стоило заходить. И даже все равно в июне даже выходили, старались, когда уже солнце зашло, до заката солнце возвращались, там с собой брали воду только, чтобы не пить на месте. Ну в общем там целая система гигиенических мер действовала. В Большом Кичмая музее даже хранится кусок 16 века керамической такой трубы, которая как водоотводная вела с хребта вниз. По поводу расположения еще на вот этих склонах были эти сады со всех сторон света, кроме южной, где находились как правило сами поселения. Ну а что касается вот этой горной кладки, то ее можно встретить в лесу в принципе еды лишь сегодня. Я ее сам встречал, например, на небольшом хребте к Севератула Калеш, там есть вот эти кладки. Но есть одно исключение. Дело в том, что к западу от Михайловского перевала, это Пшада примерно, туда в сторону Геленджика. Там климат совершенно другой, более засушливый. Естественно там все меняется. Во-первых, туда сады становятся не обширными, а уже мелкими такими небольшими участками. Они там уменьшаются в размерах к западу. И вот допустим район Геленджика уже они в низинах как раз речек, потому что засушливость там позволяет наоборот внизу быть. Там не такая болотистая местность, а наверху наоборот более сухо. Не так влияют туманы, допустим. То есть там менялась вообще структура хозяйства и структура их посадки. Ну и стоит сказать еще где остались эти еще сады. Точно это плодостанция Вир под Манькопом. Наверняка на Учхозе Кубань что-то есть, потому что Нухтхаушев там обширно использовал их. Ну и в аулах в Большой Кичмай, в Агуйш-Апсуге, в ПСБ можно встретить еще эти сады. Ну в общем-то сорта этих пород как раз таки. Описывалось, что в советское время, например, до половины сельхозкультур на побережье между Пшадой и допустим Небугом там именно вот черкесские сорта занимали. Ну на серых склонах обширно было под обширонтком, в Тахтамукай еще использование. Даже в Тахтамукай отдельные сорта есть, вообще выведенные там. Ну немножко скажу от Нухитха Гушевея. Он происходил из сельской семьи, простой из Агуйш-Апсуга. До революции еще его отец не получил образование, но хотел сыну такое образование дать. И вот он его отправил в Туапсе сначала в институт виноградарства и садоводства, где над ним смеялись, потому что русского языка, толком не знал. Одет был в черкесской, в этой пасконной. Но потихонечку, вот он очень упорный был, он выучился, получил уважение, потом стал комсомольцем активистом в Шапсулском нацрайоне. Потом уже перебрался в Краснодар, где поступил в сельхозинститут и там завершил свою карьеру профессором, став очень уважаемым в Советском Союзе агрономом, который всю жизнь положил на то, чтобы вот черкесские сорта эти восстановить и культивировать. Такая мечта у него была. Жена у него была русская, из-за чего с ним долгое время не общалась семья. Такое было предубеждение между нас в браке, но тихонечку все это уладилось. Значит, по сортам. Яблочные сорта. Ну, скажу сразу, что самыми популярными были у черкесов яблоки, груши, персик, айва, каштаны, фундук. Вообще, в принципе, на столе вечером всегда обязательно было на столе у людей именно фрукты и ягоды. И несколько групп можно выделить сортов яблочных. То есть, первое это сорта, которые легко переживают морозы, засуху и ветер. Встречается между российским и лазаревским поселком на северных склонах. И сорта теплолюбивые, которые растут дальше уже, в сторону Абхазии. Значит, к первой группе относятся сорта агуемий. Он же черкесский розмарин. Псебашхамий. Синап черкесский сладкий. И мецебе черкесская кислая или колючка. Яблочная колючка. А ко второй группе теплолюбивые это мочезен черкесская сладкая. Хакошомий. Мамайская красная. За счет того, что выведена на плавы станции в Мамайке. И меплея бурая яблоко. Есть еще такие промежуточные версии. Это альма черкесская длинная. Миешхатам и гашомий яблок княжные. Которые встречаются в районе Агу Шапсуг аула. И на юг уменьшаются. Еще есть Азиатка. Мочедуги. Сиба Ажиешхамий. Синап черкесский серый. И черкесская спшада. Самое популярное агуйское яблоко Агуемий. Ну, то есть, понимаем почему агуйское. Потому что, в принципе, его вывели в Агуе. Но надо понимать, что не совсем вывели. Многие черкессы, когда вернулись на старые места, основали новые эти аулы. Как в Агуе Шапсуге. Они знали места бывших аули, где раньше были аулы и сады. И они уходили туда, забирали оттуда эти сорта и пересаживали к себе. Дальше культивировали. Вот в Агуе так же произошло в Агу Шапсуге. Поэтому называют еще ебруковое яблоко по имени Ебруканарсо. Это как раз один из садоводов местных. И из урочища Хорохотам он в Ауу принес этот плод. И Закириемий. То есть, Закирия Нагучева, садовода. Ну, популярен он также и в Абинском, Северском районах, на побережье. И в свое время составлял, допустим, в Туапсинском районе пятую часть всех яблочных садов. Плодоносит он поздно. 6-12 лет ему требуется. И очень периодично. То есть, раз в два года может плоды давать. Вот еще один сорт Псебашхами выведен у истоков реки Псебе. В общем-то, с той же историей. Сорт Моцеба, допустим, спелые яблоки у него очень кислые, но если он полежит немного, то становится довольно вкусным. То есть, он такой зимний сорт, ближе к зиме сорт. Но минусы у них примерно те же всех. Что касается грушовых сортов, тут примерно такая же история, но с грушами просто проблема, что они, почти все эти сорта, они не очень устойчивые груши, да, то есть, которые достаточно быстро портятся. Их надо кушать сразу или перерабатывать. Это Моко Нуко Куш сорт, груша пары Синакоза, Синакоза. Также известно, как Хуцина или черкесское мясо и черкесанка. Значит, тоже шоколадный оттенок она приобретает сразу после того, как ее сорвали. Плодоносит тоже долго, от 5 до 12 лет. Значит, нужно и время, чтобы раскачаться. А плоды у нее мелкие и быстро теряют форму. Есть еще Бжеля Кукуш. То есть, это такая зимний сорт груши, но тоже портится она быстро. И она растет, она выведена в Пляхо. Это поселок недалеко от Новомихайловского поселка сегодня. Скороспелка черкеская еще называют. Ну, минусы у нее примерно те же. И сорт Хутемен или Бергамот черкесский. Тоже в советское время довольно популярная. До 20 процентов все сливы из него делали. Очень урожайная. До тонны дает урожая. И часто встречается в аулах. Но ее сушат чаще всего. Есть еще сорт Дейли Куш и Бжиха Куш. Ну, соответственно, Ханжаловая груша за счет имени Ханжала из аула Хаджико. И зимняя груша вот эта. Зимняя черкесская Бжиха Куш. Встречается также сорта Азиатка. Бжеля Кукуш. Черкесская распилка. Кужи Паху. Черкесская мелкоплодная. Черкесская осенняя. И Шаха Куш. Шахинская груша. Немерно популярными были Айвай и Черешня. Айвай вообще очень популярный был фрукт у адыгов. Сорта ее Агуйская. Встречается на всем побережье, естественно, выведен в Агуй Шапсуги. Плоды дают через 5-6 лет. По 100-120 килограмм где-то осенью обычно сочные. Кисло-сладкие, достаточно приятные. Но нужно собрать ее четко в октябре для того, чтобы она не сгнила. Потому что если опоздаешь, чуть-чуть она на дереве сгнинет. Был еще некий сорт Кишаева, но о нем мало что известно, что вовремя того, что он 3 килограмм коромовые плоды дало. Видимо исчез. Черешня распространена была, но в основном желтого цвета. Это сорт Шедугов. Она белоплодная черешня. В основном она росла от жутки Датлера. Преимущественно между Шаха и Сочи, конечно. И прививку на дикое лесное черешня ставили обычно. Довольно устойчивая черешня, очень плодоносит хорошо. Шедугоплиши красноплодная, уже менее распространенная. А вот вишни, кстати, не знали черкесы. Почему-то ее достаточно уже после Кавказской войны она появилась на побережье. Так распространенная. Ну что касается еще черешня, тоже довольно долговечное дерево до 120 лет. В принципе, как и груши. Груши вообще 180. Огромные деревья вырастают. Сливы инжир популярны были. Слива сорт Хацепке. Устов за собачьего зуба почему-то. Или Шахидская слива. Адыге Пхушт. Наваганинская красенка. Черкесская Киевич. Майская эйцеида и кобылка. Причем последний Хацепке упоминается еще в XVII веке к Саверию Главани, путешественникам и Мондорея в начале XIX века тоже. Распространенная на побережье в основном Аташе Адамзымты. Есть в Тахтамукайском районе Адыгея. Продолговатые плоды такие, которые на 3-5 год только появляются на деревьях. И, в принципе, до 75 кг дерева дает урожай. Но из минусов у них не слишком выраженный вкус. И такой не очень хороший чернослив из них. Получается, что вы, в общем-то, замечали, когда планировали делать такие массовые заготовки чернослива. Есть еще сорт Мугур сливовый. Он представлен между реками Туапсея и Шахе с мощной урожайностью, с ранним созреванием в начале лета. Но мелкие плоды тоже с невыраженным вкусом. Притом отмечается, что в аулах Псебе и Агушапсупа Туапсе чернослив почему-то называется словом хушта, как просто слива. А домашнюю сливу мугур называют. В то время, как в других аулах хушта это слива вообще, а мугур это отдельный сорт. То есть, какая-то путаница существует на побережье. Очень распространен был инжир. Или смоковница, он же винная ягода. Такой считается вообще первый культурный фрукт в истории человечества. Но сорта, к сожалению, не сохранились. Хотя хорошо описано в литературе. В хозяйствах их пытались использовать в 19 веке, но так безуспешно достаточно. Ну и в основном его просто заменили. Такие внешние сорта инжира, которые мы сегодня знаем. Фиолетовый черный из Абхазии, из Западной Грузии. Турецкий такой желтобурый. В общем, не получилось. И они очень быстро одичали достаточно эти несчастные деревья в этом лесу. Плоды у них получались мелкие, хоть и сладкие, но уступали все-таки привозны по вкусу.